Доклада? Кое-кто из вас, возможно, уже слышал, может быть нет. Мы расскажем кратко о тех решениях, которые были в нами реализованы в ходе проекта по созданию инфраструктуры пространственных данных РФ в ходе выполнения проекта. Ну и покажем железные механизмы, и потом, как эти механизмы можно транслировать в реальную живую жизнь. Проект, инфраструктуру создания, довольно забавный был проект. За 25 календарных дней очень долго шла дискуссия, концепция, что такое ИПД РФ Российской Федерации. В конце концов, все свелось к конкурсу, где в ноябре за 25 календарных дней надо было эту инфраструктуру создать. Ну, как говорится, мамой клянусь, что мы ее создали и честно сдали. Вот из чего она состоит, техническое решение. Я покажу, покажем вживую, как устроен портал, что видно на части публичной, что скрыт в бэк-офисе, как это перекладывается на требования живой жизни по доступу к данным, какие решения на этом можно строить. Ну, Сергея Адольфовича нет, поэтому я скажу крамольную мысль, как бы в его отсутствии, что ИПД не создан для, не предназначен для создания данных. ИПД, еще раз повторюсь, о том, что говорил вначале, это исключительно некий коммутатор, определяющий, с одной стороны, с точки зрения нормативного регулирования, порядок доступа, в первую очередь, федеральным, территориальным и ведомственным фондом. Мы, в принципе, склонны с нашим заказчиком вовлекать в задачу работы геопортала и другие источники данных, включая коммерческие, частные, с тем, чтобы портал стал единой точкой доступа, в первую очередь, для публикации официальных данных, во вторую площадкой для того, чтобы можно было найти пространственные данные любого характера и назначения. Соответственно, необходимо обеспечить структуризацию данных, стандартизацию данных, предоставление доступа к данным в форме веб-сервисов, использование этих сервисов должным образом, систему авторизации и разграничения прав доступа, управление лицензиями, тарификацию, и мониторинг качества сервисов. Ну, как бы, на вскидку, те крупные задачи, которые решает геопортал. В состав очень важно, что весь проект строился, но если не на строгом следовании, то хотя бы с анализом возможности использования нормативных технических регламентов INSPIRE, стандартов, моделей данных. Проведена была, на мой взгляд, уникальная работа, очень представительной рабочей группой. Материалы есть опубликованы в интернете рабочие, это и рабочий отчет многостраничный, и переведенные стандарты по моделям данных. Принципиальное решение состояло в том, что INSPIRE-овские материалы, модели данных могут быть применимы в наших условиях, ну, собственно, и должны быть применимы, грех не воспользоваться чужим опытом. С одной стороны, с другой мы вплотную примыкаем и к Литве, и к Эстонии, к территориям, которые вовлечены в этот проект. В составе инфраструктуры входят, ну, собственно, сами метаданные. Геопортал представляет из себя, вернее, ИПД РФ, согласно требованиям госпрограммы. Сначала для нас это было несколько искусственно, а потом поняли, что это имеет смысл. И обоснованно, он разбивается на две части. Чуть погодя об этом скажу о решениях. Пользователи инфраструктуры, органы власти, уполномоченные органы, которые определяют структуру и содержание данных, регламенты предоставления данных, определяют политику качества сервиса. Уполномоченные органы ответственны за введение всего геопортала. Оператор, осуществляющий введение ресурсов, публикуемых пространственных данных, публикуемых метаданных, предоставляющий доступ к метаданным, обслуживающий канал доступа к сервисам поставщиков, отвечающий за качество и доступность данных и сервисов. Поставщики данных, органы, организации, которые создают, ведут метаданные, создают и предоставляют доступ к данным и материалам, в том числе в форме веб-сервисов. Обеспечивают качество данных и материалов, в том числе в форме веб-сервисов. Ну и конечные потребители, пользователи, которые имеют возможность работать как с метаданными, так и при разрешенной авторизации и доступных лицензиях доступом к пространственным данным и сервисам. Ну, такой легкий момент. Портал между поставщиком данных и потребителем могут быть прямые отношения, когда поставщик напрямую запрашивает как метаданные, так и данные, так и отношения делегирования, при которых один поставщик имеет полномочия, право через себя пропускать информацию о метаданных, либо пространственных данных в форме веб-сервисов. Задачи, решаемые ПД, основная задача, первоочередная основная задача, это ведение публикации метаданных. Это как бы основное требование, все остальное, это требование функций, расширяющих функциональность геопортала. Создание метаданных на пространственные данные и сервисы, публикация данных через сервисы просмотра, мы называем просмотр, либо дискавери, несколько более широкий по содержанию термин, позволяющих исследовать, добывать информацию на основе атрибутивных пространственных запросов. По другим задачам переговорим чуть детальнее при рассмотрении архитектуры. Что такое метаданные, надеюсь, все понимают. В принципе, у нас автор этого выражения на первом ряду сидит, Елена Костикова, в бытовом представлении. Метаданные – это аналог библиотечной карточки в библиотеке, в которой указываются реквизиты, содержание, авторство, местоположение книги в библиотеке. А геопортал, собственно, это и сама библиотека, и библиотекарь, который вам окажет помощь, подведет к библиотеке, либо выдаст какую-то книгу. По архитектуре. Инфраструктура пространственных данных состоит из двух важных компонентов. Небольшое еще отступление. И всплеск европейский, и наша активность российская связаны, в первую очередь, с бурным ростом предоставления данных через интернет, с развитием технологических возможностей, быстрой публикацией больших объемов данных в разных форматах, в том числе и пространственном представлении. Вы, как бы, люди, большая часть из вас технические, знаете, что последние, там, три-четыре года это направление, вот, инженерная мысль развелась очень бурно. То есть, когда появилась возможность через вот эти вот облака гнать как информацию о данных, так и данные, собственно, появились основные предпосылки для бурного роста инфраструктур пространственных данных. ИПД состоит отечественно из двух больших компонентов. Это геоинформационная платформа, обеспечивающая введение базы пространственных данных и предоставление доступа к данным и материалам различных фондов. Государство, с одной стороны, и вторая часть, это геоинформационный портал, который ответственен за введение каталога метаданных и управление доступом к, здесь опечаточка к данным. Здесь понятно, что есть некая специфика, как бы мы ни упирали на то, что ИПД это только среда коммутирующая поставщиков государства, с одной стороны является и регулятором, и гарантом такой доступа, и с другой стороны поставщиком и держателем большого объема пространственных данных. Поэтому здесь как бы объединено в одном лице и у одного эктора, одного участника процесса функции как коммутации, так и генерации потока данных. Ну и, собственно, некие вверху дополнительные сервисы, мы их называли раньше во время реализации проекта интернет-магазином, сейчас это функции системы, которые должны автоматизировать действующий 706-й приказ, вступивший в силу в декабре, по-моему, прошлого года, и плюс разработанный административный регламент по работе с федеральными, территориальными и ведомственными фондами. Геоинформационная платформа, очень быстро постараюсь не отвлекаться, строилась на, ну, как бы нельзя сказать, в строгом соответствии, но на анализе опыта и тех рекомендаций, которые вот генерирует Inspire. Построено все на очень строгом следовании моделям данных и стандартов. Весь Inspire и все проблемы с качеством данных, которые упоминались в первой части выступления, связаны, ну, вернее, не проблемы с качеством, а задачи, которые направлены на повышение качества, построены вокруг основного постулата. Модели данных неизменны, они стандартизированы, они общие для всех. Сами пространственные данные в различных форматах хранения, понятно, что управление данными ведется на промышленной системе управления базами данных. Основные задачи этого раздела, ведение данных, создания, импорт, редактирования, обеспечения целостности, полноты, достоверности, актуальности самих исходных данных. Слой, логически обеспечивающий функционирование геоплатформы. Понятно, что все построено на обороте данных. Ну, не все, понятно, исходя из традиции 706 приказа, но наиболее интересная его часть, это оборот пространственных данных в форме веб-сервисов. Соответственно, средства, обеспечивающие производство этих сервисов, GIS-сервер, который реализует специфические задачи, геопроцессинговые, какой-то модификации, ну, быстрой на лету обработки данных, генерации базовых веб-сервисов. Сервисы, как данные строятся на стандартах, так же и сервисы строятся на стандартах. Стандарты двух типов, двух больших типов. Это стандарты OGC, условно говоря, не физический уровень. Это WMS, WMTS, ну, надеюсь, все знают, WMTS, тайловый новый стандарт, ну, относительно новый, долго мучительно разрабатывающийся, относительно недавно принятый. Сервис WFS для публикации геометрии объектов через сервис, транзакционный сервис, который позволяет эти фичи, объекты редактировать на сервере, специализированные аргисовые серверы, поскольку вся платформа строилась на SRIшном софте. И набор сервисов, ну, предметно ориентированных, построенных на спецификациях Inspire. Для платформы это сервисы просмотра, выгрузки, трансформации, преобразования данных, ну, и специализированный, как бы, вне стандартов, сервис, позволяющий интерактивно формировать набор данных, вырезать его и передавать клиенту. На жаргоне называемый клип-зип-шип, вырезать, упаковать и отправить по почте. Второй компонент геоинформационный портал. Это портал, обеспечивающий управление, ведение управления, предоставлением метаданных. Ключевой компонент каталог метаданных также построенный на строгом следовании стандартов. Но здесь, надо сказать, не один стандарт, а несколько стандартов возможно допускается при ведении. Если мы имеем в виду, что публиковаться могут не только официальные, строго регламентированные данные, то в принципе любая форма описания метаданных доступна для каталогизации и введения в каталог метаданных. То есть XML любой структуры, которым вы описываете метаданные, может быть в каталог загружено и по такому XML, по такой записи метаданных ваши метаданные могут быть найдены общим механизмом поиска. Профили метаданных понятно, это и ISO, и ISO-R, и наиболее популярный тип простых Dublin Core американских стандартов, профили, которые активно используются в обороте. Основные функции это поиск и публикация метаданных, построенный также на IGC-шном стандарте каталожном сервисе, работа из каталога, и Inspire-овский сервис Discovery, позволяющий искать, активно искать, не просто поиск, но Discovery как исследование, возможность и пространственными, и атрибутивными, и нечеткими механизмами обеспечить поиск данных. Обязательная часть программы дополнение, обеспечивающее регулирование оборота данных в системе. Это регулирование доступом, управление пользователями, группами, ролями, управление сервисами, обеспечение их защиты, некие аналогичные функции прокси сервера, управление лицензионными моделями, лицензиями, мониторинг качеством услуг, и относительно такой новый дополнительный блок функций, обеспечивающих пользователям инструментом по созданию, по использованию сервисов, по комплектации сервисов своей веб-карты без обязательного наличия на клиентском месте ни лицензий, ни самих данных, аналог тому проекта, который реализован в проекте argis.com. На данный момент вот такой деплоймент, развертывание на стороне Росреестра, в каталоге метаданных презентацию мы вам отдадим, можете не фотографировать с низким разрешением, вы получите эту информацию, мы готовы делиться довольно свободно, открыто, тайно это не представляет. Каталожные сервисы и сервера, каталожные сервера и сервера обеспечивающие безопасность, лицензирование мониторинг SLM, построенные в кластер с балансировкой и нагрузкой, на данный момент два узла, в перспективе просто масштабируются добавлением в ряд новых серверов. Группа серверов GIS-платформы, которые генерируют поток наиболее востребованных, часто используемых типовых сервисов, например, топографические карты на всю страну, по регионам, то есть это линейка серверов, которые также в кластере с балансировкой и нагрузкой способны быстро отдавать самые популярные, самые востребованные карты. Вторая группа GIS-платформы, которая настраивается индивидуально под каких-то конкретных пользователей, но в частности отсюда выпускаются сервисы, предоставляющие исходные сведения ГКН для отдельных кадастровых округов, либо для отдельных муниципалитетов, то есть сервера без большой нагрузки, но индивидуально настраиваемые на задачи отдельных пользователей. сервисы геопортала, каталог метаданных понятно на неких информационных ресурсах, портал GIS-приложений на 500 аккаунтов, мы надеемся его запустить в ближайшее время, для создания рабочих областей, создания свой локальный отечественный ARGIS.com, который базируется правда не на Амазоне, который падал, даже Амазон падает, а на какой-то местной отечественной инфраструктуре, с тем, чтобы избежать номинальных обвинений в том, что официальные данные могут быть перемещены либо проекты на другие ресурсы. В принципе, также возможна сборка таких приложений в ARGIS.com, он автономен и доступен для использования. Хранилище базовых карт, в принципе, ориентируемся под будущее исполнение 157-го госконтракта по сбору, по съемке всего космоса, всех ортофотопланов, всего федерального фонда открытых цифровых топокарт. Десятка, двадцать пятка, пятьдесятка, сотка. Но используя технологию выявленного сжатия, мы планируем ожидаемый объем всех данных не более 35 терабайт. В принципе, вот эта инфраструктура, которая должна обеспечивать, и в данный момент развернута, и на ней работает nsdi.ru. Ну, еще система авторизации управления пользователями допускается либо на LDAP серверах, либо на Active Directory. Пока обсуждается возможность или необходимость авторизации через СМЭВ, с Минсвязью, пока этот сервер автономный, дальше будем решать, либо он будет уникальный, единый по всей стране. Решения разные возможны у нас есть. Ну, перейдем, может быть, я на слайдах быстро пробегусь, если будут вопросы и желания показать вживую, мы покажем вживую. Геопортал развернут по этим адресам, один из них в латинской и в российской нотации, доменные имена второго уровня, предполагая с того, что третий уровень может быть дополнен, например, с Калугой мы работаем калуга.nsdi.ru с тем, чтобы доменные имена для порталов региональных, территориальных были нотированы похожим исходным образом. Порталы, думаю, многие из вас видели, либо посмотрите чуть позже. В принципе, то, что вы увидите, это функции возможностей, доступные для любого пользователя, не авторизованного пользователя. это возможность поиска метаданных. Метаданные в процессе опытной эксплуатации были сформированы на достаточно значимые. Мы обошли поляков, как вы видите, у них всего 150 тысяч записей, и у нас их треть миллиона. Все космические снимки, которые к концу 2011 года были закуплены под 157 ГК, все номенклатурные листы цифровых открытых топокарт находятся здесь. Поиск не по атрибутам, достаточно условно-интеллектуальный, по каким-то для нас открытым, для конечного пользователя скрытым механизмом, в силу того, что, я повторюсь, метаданные могут быть описаны любым профилем. То есть, система хранит любую структуру метаданных, которые пользователь вносит в систему. Сами метаданные представляют из себя XML-записи. Эти XML-записи сейчас я найду какую-нибудь описание, которые в человеческом виде доступны, транслируются в человекочитаемый вид, в зависимости от профиля метаданных, содержание метаданных отдельное. Система поиска через поисковый механизм, система поиска просмотра через каталожное представление с разной системой классификации, в частности, по классификации по ISO, по линейкам масштабов, по виду цифровых данных, по типу данных, веб что-то есть, чего-то нет. Например, 95 тысяч записей о 25-ках, 80 тысяч о 50-ках. В принципе, доступно все без всякой авторизации, без необходимости регистрации любому пользователю. регистрация для пользователя, который работает на просмотр, необходимо только для того, чтобы можно было рейтинговать данные, получать обратную связь, получать сообщения на почту. Пользователи разных типов, немножко я подробнее об этом, не буду, вернее, в деталях останавливаться, можно как бы потом отдельно это обсудить. Ну, как выглядит доступ? Вот перед вами метаданные открыты на набор данных. сейчас в режиме прототипирования к грядущему доступу к информресурсу ГКН находятся кадастровые сведения Москвы и Московской области с правительствами этих регионов соглашения достигнуты, они получают информацию из кадастров в исходных системах координат, в местных системах координат, в форме веб-сервиса, в том числе и в форме сервиса, передающих геометрию. То есть наборы данных, на которых муниципалитеты, органы власти могут вести проектирование территориальных зон, границ населенных пунктов и так далее. В принципе, если у вас возможность есть, вы получаете доступ к такому набору данных, в частности, наверное, по Мособласти поинтереснее в качестве примеров. для двух зон местной системы координат установлены в отношении кадастрового округа выпущены три сервиса WFS-OJC, WMS-OJC, Argus-OJC, MAP-сервис. Собственно, сервис содержит, пока в содержании его доступно. в принципе, при коннекте, если вы в системе введены как легальные пользователи, у вас есть лицензия на использование этих данных, вы можете его использовать. По проекту приказа о доступе к информресурсу ГКН предполагается дать бесплатный доступ органам власти и муниципалитетам и довольно гуманные цены, на наш взгляд, по предоставлению сведений практически в онлайне, как по геометрии, так и по атрибутивному составу. Практически в формате кадастровой выписки, минимальная цена там, по-моему, 50 копеек, максимальная 8 рублей, в зависимости от услуг. По каждому объекту клиент может получать эти сведения в режиме онлайн. Вот это вот что из себя представляет геопортал с первого взгляда для, скажем, неискушенного пользователя, который пришел в поисках какого-то набора данных. Ну, в бэк-офисе все происходит несколько более витиевато, появляются достаточно продвинутые функции для редакторов метаданных, возможность создавать, импортировать, загружать, либо создавать метаданные для внесения в каталог метаданных. для администраторов сейчас то, что публикация метаданных осуществляется с постмодерацией, то есть редактор, несмотря на то, что он формирует и публикует, отправляет фактически заявку на публикацию, администратор, оператор инфраструктуры обеспечит контроль, такую некую премодерацию и разрешает публиковать эти данные на геопортале. С записью метаданных ассоциирован только один автор, который может ее удалить. В принципе, редакторы могут редактировать достаточно свободно эти данные. Большой блок функций связан с тем, о чем мы тут говорили, объявляли как проблемы. Мы в деталях не будем показывать. Довольно много разнообразного функционала, связанного с управлением правами доступа, с обеспечением безопасности. Достаточно гибко настраивается безопасность. Я не буду в терминах функций портала говорить, мы покажем на примерах, как это настраивается под конечного пользователя. Управление сервисами. Фактически геопортал реализует функцию прокси, то есть сервис, публикуемый поставщиком данных, идет не напрямую к пользователю, а проходит через геопортал, на котором начинают работать механизмы защиты. Формируются политики безопасности, по каким-то сервисам, выпущенные в качестве примера. Отдельная группа функций по лицензионным моделям. В принципе, наверное, Виталий может быть более подробно потом расскажет, мы транслируем его в реальную жизнь, как это выглядит. Перечень на основе лицензионных моделей создаются лицензии, которые являются фактически товаром. Пользователь не тупо, как бы, логина не дали, ничего не дали, все запрещено. Пользователь довольно активный и сознательный, он входит на портал, в качестве продуктов конечных ему уже не сам сервис, а в качестве продукта одна из лицензий, и он сознательно может выбрать либо бесплатную только на просмотр, либо платную, позволяющую ему выкачивать данные с геометрией, то есть это некий набор продуктов, выбор которых пользователь выбирает сам. Для организации механизм шлюзования с тем, чтобы не каждому пользователю входить с аккаунтом, прописывается там уникальный API-шник, и все строится, вся организация может работать как авторизованный пользователь. Отдельный раздел связан с мониторингом сервисов, в качестве примера мы мониторим сервисы публичной кадастровой карты. Мониторинг заключается в том, что время от времени генерируется скрипт, который обращается к соответствующему сервису, может быть, он может быть либо простым, запросить свойства сервису, понять, что он еще живой, либо довольно сложным, понять, как быстро дается один-два тайла с карты. Таким периодическим опросом проверяются установлены показатели качества. Например, сервис должен отдаваться не менее, чем за 200 миллисекунд. Если время растет, час-два находятся в допустимых пределах, система терпит, если достигает критических моментов, то идет оповещение администратором геопортала, администратора соответствующего сервиса, в частности, по ПКК, как-то вот так выглядит статистика, где-то там еще в виде диаграммы отображается. Я не буду влезать, поскольку могу дезориентироваться. Вот. Ну, немножко о политиках безопасности и лицензиях. Как это реализуется, наверное, не будем рассказывать, а покажем, как это транслируется в четыре таких вот кейса для конечных пользователей. Ну, в принципе, анонсирую, вернее, известно, что вышел приказ о доступе к информресурсам ЕГРП, готовится аналогичный документ о доступе к ГКН, вероятно, по такой же схеме пойдет и доступ к конечному счету к картографическим фондам. 706 приказ, на наш взгляд, несколько ущербный получился и ограничивает возможности электронного оборота данных. Ну, согласно первому приказу, второму, выделяется ряд категорий пользователей, для которых на разных правах предоставляются данные. есть пользователи коммерческие, которые получают доступ к сведениям за плату, есть органы государственной власти, муниципального местного самоуправления, которые получают эти данные бесплатно. Собственно, исходя из этого, сформированы четыре роли пользователей. Пользователи органа исполнительной власти, на субъект либо федерацию, пользователь органа местного самоуправления, на какой-то муниципальный район, городской округ, пользователь коммерческий, ну и пользователь некоммерческий, ну, к примеру, университеты, некоммерческие организации, иностранные агенты и т.д. формируются роли для пользователей, понятно, что деления это роли, которые потом будут назначаться конечным конкретным пользовательским аккаунтом. Первый, как бы, этап. Второй, не связан несколько с формированием пользовательских аккаунтов, формируются защищенные сервисы, то есть, ну, например, как я вам показывал сервис ГКН по Московской области, это сервис, которому в дальнейшем будут применены методы регулирования, то есть, если сервис открытый, публичный, типа публичной кадастровой карты, он не проходит через этот проксируем элемент защиты и напрямую доступен всем бесплатно, без ограничений. Защищенные сервисы, соответственно, веб-сервисы от ГИС-платформы, федеральной и ПДРФ, либо может быть ретранслирован от другого поставщика. Кто-то, доверяя правительству России, может свой набор данных транслировать через систему безопасности геопортала и ПДРФ. защищенные защищаемые сервисы, это сервисы, для которых регулируется доступ, лицензируемые сервисы, это сервисы, для которых устанавливаются правила, тарификация, расчеты, некая оценки использования этих сервисов. Как бы, поверьте нам, интерфейс работает, скриншоты. Политики безопасности регулируют доступ для пользователей к защищенным сервисам. С помощью политик для конкретной роли мы можем указывать ограничения на использование, знак копирайта авторское право, либо ограничивать пользователя по используемой территории. Дальше мы покажем, вернее, на слайдах покажем, можно и вживую это будет посмотреть, наверное, отдельно. Например, для сотрудника органа местного самоуправления может быть доступен только набор данных в границах его муниципального района. Набор политик для сервиса. Ну и, собственно, как это транслируется в те роли, которые мы выделили сначала. Пользователи органов исполнительной власти. На карту автоматически выводится информация об авторском праве, обеспечивается неограниченный доступ по территории и по наборам данных, по слоям, которым эта роль имеет доступ. Например, к кадастровому отделению, к земельным участкам, на территорию, если это сотрудник органа исполнительной власти субъекта на территорию субъекта, либо на территорию всей страны. Пользователи местного органа самоуправления. На карту автоматически выводится информация об авторском праве, предоставляется неограниченный доступ к кадастровому делению и ограниченный по территории доступ к слою земельных участков. Ограничение устанавливается на основании формы шейпа муниципального района. И такому пользователю будут доступны земельные участки в пределах района, плюс буфер, примыкающий в один километр вокруг района. Это не так будет от Минэконома, чтобы вопросы вас восхищали. Это мы приводим в качестве демонстрации того, какие механизмы, какие регуляторы возможны в геопортале для регулирования доступа к данным. Лицензионные модели позволяют установить лицензии, понимаемые нами интерпретируются в этой работе и другими участниками процесса, как ограничение пользователя по использованию и ограничение ответственности поставщиков информации, условия границы ответственности по предоставляемым данным сервисам. На основе лицензионных моделей реализуется механизм тарификации расчетов потребленного ресурса и, собственно, платы, соответствующие за потребление. Плата за использование для ВМС это в количестве мегапикселей по просмотренной площади по количеству запросов разного типа ГЭТов, получения информации. Для WFS сервисов количество полученных объектов геометрии по количеству запросов, отправленных в сервис. Собственно, наборы лицензионных политик. Продолжение. Пример. Некоммерческий пользователь. Доступна только некоммерческая лицензия, по которой возможен просмотр карты, запрещен просмотр информации в объектах из слоя земельных участков, разрешен просмотр информации в объектах кадастрового отделения, недоступно скачивание объектов через сервис WFS, и лицензия ограничена одним годом. Повторюсь, это даже не проект от Минэконома, это просто один вариант возможности регулирования доступа к данным для роли. Для коммерческого пользователя обонплата за доступ к сервису без ограничений на количество запросов, без получения информации в объектах, плата за каждый запрос информации об объекте WMS, плата за каждый скачанный объект WFS. Дополнительно могут накладываться ограничения на территорию, на территорию, на период действия лицензии и более того, на период, когда вы можете работать с этим сервисом, например, с 8 до 12 каждого 5-10 числа нечетного месяца. Я вылтрирую, конечно. Плата тарифы за каждый запрос, тарификация, возможность достаточно гибкие по тарификации. В принципе, на этих механизмах вполне возможно строить те модели, которые заложены в 706 приказ. Пример коммерческий пользователь, доступ к космическим снимкам, тарификация идет по количеству переданных мегапикселей. То есть, не запросы тарифицируются, а объем скачанной информации. Шлюзы. В принципе, чтобы избежать, когда в организации достаточно много авторизованных пользователей предоставляется доступ к конечному IP организации, в пределах которого полномоченные авторизованные пользователи получают без лишних авторизационных действий доступ к сервисам. собственно, а, и все, ну, не все, я вам показал вот эти сервисы кадастровые, это WFS сервисы, в частности, вот это вот, ну, на ARGIS'е мы, понятно, любим все делать, но понятно, что пользователи у нас разнообразные. Вот, пример загрузки этого сервиса в Quantum GIS. Ну, в принципе, сервис построен по спецификациям два стандарта 1.0 и 1.1. 2.0 вышел, я не знаю, будет ли он в ближайшее время, но со временем, я думаю, появится. Эти сервисы доступны теми средствами для работы, с которыми конечный пользователь сможет работать. Сервисы выпускаются по стандартам.